Привет, друзья! Старинное скандинавское пророчество гласит, если на столе лежит небольшая шестиугольная коробка, то быть обзору наушников от компании Кинера, а услышавший их достоин будет попасть в Альхалу. Собственно, первая часть пророчества сбылась, обзор недорогих китайскандинавских наушников Кинера Тир, кстати, правильно, Тир, я вам сегодня точно обещаю, а вот насчет воплощения в реальность второй части пророчества я пока очень сильно сомневаюсь. Итак, Кинера Тир на канале Soundcheck 39, на который нужно обязательно подписаться, поставить лайк и ударить в колокол. Приятного просмотра, друзья! Несмотря на то, что наушники Кинера Тир бюджетные, стоят они сегодня всего 27-29 долларов, компания постеснялась положить их в какую-нибудь откровенно безликую и дешевую коробку и оформила упаковку в лучших традициях своих более дорогих наушников. В итоге мы получаем Тир в стильной и слегка по-скандинавски мрачной фирменной шестиугольной коробке с броским и очень красивым оформлением. Спереди нас встречает крупным шрифтом слоган этой модели, который гласит «Все, что тебе нужно – это Тир». А ниже слогана рассказали о 6-мм микродинамике. Остальные же характеристики находятся на обратной стороне коробки. Чувствительность 105 дБ, сопротивление 16, излучатель 6-мм динамический, частотный диапазон 20 Гц-20 кГц. Комплект для бюджетной модели тоже не характерный, друзья, содержательный. Смотрите сами, здесь у нас карточка комьюнити с адресами соцсетей компании. Краткий мануал с графиком АЧХ этих наушников. Памятка о том, как влияют те или иные амбушюры на звук. Плоский чехол из кожзама на клапане, кстати, прикольный такой, с клеймом спереди Кенера. Три пары темных силиконовых амбушюр с узким звуководом. И три пары более светлых силиконовых амбушюр с широким звуководом. Ну и, конечно, сами наушники. Очень даже неплохо, очень даже неплохой комплект для такой бюджетной модели. Согласитесь, ребята. Сами наушники выглядят просто и в то же время симпатично. Ничего нового в их олдскульном облике нет, друзья. Это узкие металлические бочонки. Ну или в нашем случае, конечно, мьёльнир. Или мьёльнир. До сих пор не знаю, как правильно ставится ударение. Но не суть. Главное, я знаю, что мьёльнир – это молоточек из скандинавской мифологии, которым наши невропатологи до сих пор стучат своим пациентам по коленкам. Звуководные торцы золотистые. Кстати, посмотрите, какими прикольными решетками закрыты эти сами звуководы. И на эти внушительные бортики, которые призваны удерживать амбушюры. С чем они хорошо исправляются. На внешней стороне есть надпись «Кинера». Снизу, рядом с местом вывода кабеля из корпусов, есть по одному компенсационному отверстию. Ну и таким вот образом отметили каналы. То есть правый у нас наушник – это с красным патрубком, левый – без изменений с чёрным. Кабель самый обычный. Очень любит тереться об одежду и создавать этим самым заметный микрофонный эффект. Есть здесь однокнопочный пульт с микрофоном, качества которого вполне хватает для совершения голосовых разговоров, но при условии безветренной погоды, конечно. Ну и разветвитель. И штекер небольшие, и металлические. В уши наушники садятся достаточно глубоко, обеспечивая очень неплохую шумоизоляцию, но всё равно заметно торчат из ушей. Стоковыми амбушюрами я, конечно, тоже пользовался, но большее удовольствие испытал, конечно, от удобных спинфитов. Что касается звука этих недорогих наушников, которых за всё про всё отвечает всего лишь один 6-миллиметровый карликовый динамический излучатель, то он смог даже меня немного порадовать и подарить мне положительные эмоции. Хотя, по правде говоря, изначально я относился к этим наушникам слегка скептически. Итак, что мы здесь имеем, друзья? А мы имеем здесь классическую и очень даже опрятную V-образную АЧХ с очень приятным, нерезким, кстати, как я предполагал ранее, а напротив мягким звуком с лёгким, скажем так, тёплым напылением. Не заусилены, то есть имеют здесь акцент, они средние, конечно, по разрешению, но зато порой уходят достаточно глубоко и создают очень приятные ощущения своими вибрирующими затуханиями, даже в неживой, то есть в электронной музыке, несмотря на свою кажущуюся тщедушность, этот микродрайвер напротив очень неплохо дует в перепонке плотными и хорошо собранным басом, который ещё может порадовать своей чистотой и неплохими контурами, поэтому он лишён таких понятий, как бубнёж и рыхлость. И, в общем, здесь напротив есть необходимая плотность и заметная дерзость. Для примера послушаем сегодня лёгкий рок, это Сайми Селефанс, и их трек отлично подходящий, по моему мнению, для теста низких частот, About Astronauts, который начинается с отличных и крутых бочек. А вот средние частоты здесь просты и элементарны, они, как бы это сказать, ну, наверное, заметно разглажены. Они со средним таким разрешением и с минимальным количеством деталей. Однако здесь есть и необходимый вес, и хорошие эмоции, особенно, например, от прослушивания синт-музыки, поп-музыки и лёгкого рока. Да и все инструменты звучат, ну, лично для меня вполне уверенно и убедительно. Трёхмерность могла бы быть и немного лучше, но передача планов и крупных образов у них вполне неплохая. Сцена мне представляется средней, или даже, наверное, чуть меньше средней в ширину, и чуть немного больше в глубину. И ещё мне показалось, что с тяжёлым металлом эти наушники могут дружить вполне неплохо. Однако, конечно, такой материал подаётся ими хоть и жирно, но чересчур как-то гуманно и монолитно. Это можно понять, послушав трек To Be Alone с нового альбома Five Finger Dead Punch. Классный трек, очередной классный альбом ребят и классное качество. Но вот с этими наушниками здесь мне не хватило совсем немного агрессии и инструментального разделения, чтобы более правильно, эмоционально передать этот материал. Но самое главное, и каши, скрижечущей каши здесь тоже нет. Высокие частоты, согласно некоторым веяниям 2019 года, здесь снова, наверное, в угоду массовости и комфорта немного успокоили и приглушили, по моим ощущениям, протянув их примерно совсем немного дальше низких-высоких. Поэтому они воспринимаются здесь также смягчёнными и немного тепловатыми. Но, несмотря на всё это, отнести их, например, к тёмным наушникам, я никак не могу, друзья. Опять это что-то такое среднее. Например, в джаз-роковом треке EBS от Хави Рейджа очень много разных перкуссий, хэтов, всевозможного звона. И всё это передаётся одним маленьким динамиком наушников, скажем, вполне убедительно. А для разной протяжённости и слоистости нужно искать уже более серьёзные наушники, такие как, например, KZ. Шучу, конечно. Но, кроме шуток, эти наушники точно можно почти смело рекомендовать ВЧ-ненавистникам и людям, которые не собираются в музыке различать мельчайшие и тончайшие обертона. Короче, в большинстве случаев высоких для понимания основного материала, уверен, хватит. Сравнить Kinerotir можно сегодня с другими динамическими наушниками, которые у меня сейчас есть под рукой. Это узнаваемый и популярный Blom BL-03, который выполняет у меня роль повседневных и любимых среди недорогих наушников. Низких частот больше в Blom BL-03, баз здесь гораздо массивнее и, конечно, глубже, в то время как в тир он более весёлый, чистый и чёткий. Средние частоты мускулистые, более детальные, разборчивые в Blom BL-03. В тир они гораздо проще по разрешению и сильнее, как я говорил, сглажены. По количеству высоких они почти схожи, но всё-таки разрешение и протяжённость совсем немного лучше в Blom. И, конечно, более широкой сценой могут похвастаться снова Blom. Но, опять же, друзья, такое мнение я сформировал, исходя из своих субъективных наблюдений, из своих музыкальных жанров и своих звуковых предпочтений. Короче, после прослушивания наушников Kinerotir в Вальхалу попадут не все, но многие просто получат приятные эмоции от их звучания. И в целом я считаю, что Kinerotir звучат гораздо лучше многих гибридных наушников из этого ценового диапазона. И эта модель придётся по вкусу любителям приятных тепловатых тембров или попросту меломанам для повседневного прослушивания электронной музыки, джаза, лёгкого рока, рока потяжелее даже некоторого металла. Для меня минус в этих наушниках всего один, друзья. Это не самый удачный и сильно микрофонящий кабель. Остальные минусы считают здесь условными. Кому нужен более взрослый звук и детализация, будьте готовы отдать более взрослую сумму денег. На этом у меня всё. Купить наушники Kinerotir со скидкой можно, например, в магазине Hi-Fi Go, на Алиэкспресс или на их сайте. Все необходимые ссылки и инструкции по покупке этих наушников со скидкой оставлю в описании. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok